Главное, что мы увидели в лицее 146, это увлечённую команду во главе, конечно, с Дилярой Салиховной, команду единомышленников, команду, которая из обычного скучного дела питания может сделать интересный спектакль, который смотришь с увлечением. Мы хотим сделать из этого скучного вопроса питания соревновательную среду, создать заинтересованные отношения учеников, родителей, учителей и, конечно, надёжных партнёров своих заместителей. Это важно. В эмоциональном, содержательном, энергичном темпе руководителя живут все вокруг. И это главное – так держать. Все мероприятия такого плана проводятся на высшем уровне. И действительно невозможно быть пассивным участником, ты активно вовлечён в то, что происходит. Это очень ценно на самом деле. А то, что касается организации питания, безусловно, вот сама структура управления, она будет взята на вооружение в моей школе. Плюс ко всему, вот эта вот система мотивирования классных руководителей с учётом среднего чека. Это тоже очень интересно. Это тоже будет обязательно внедрено в моей школе. В работе директора школы не может быть мелочей. Удивительно, что всё продумано в системе организации питания в лицее 146. От названия ресторана, который является достаточно привлекательным, до всей системы работы по данному направлению. Это мой не первый визит в лицее 146, который посвящён обмену опытом касающихся организаций вопросов питания. В очередной раз получила для себя много полезной информации. Хочу отметить открытость руководителя, открытость всей команды лицея, поблагодарить за доступную, важную, нужную информацию. И самое важное, что большая часть этой информации, конечно же, может быть применена и использоваться уже у себя на местах. Огромное спасибо. Сегодняшний семинар был очень полезен. Я думаю, скажу за многих директоров, что многие сегодня присмотрели свою работу по вопросу организации питания в школе, но рассмотрели эту работу совершенно новыми, другими глазами. Очень системную работу нам продемонстрировала 146-я школа для Росариха Монгаримова. И всё детально разобрала, как работать, посоветовала, как работать с учениками, как работать с родителями, как работать с классными руководителями. И, ну, наверное, только ленивый теперь не преломит все знания, полученные сегодня, и не начнёт просто действовать. Спасибо большое организаторам семинара, спасибо большое Диле Росариховне, спасибо большое спецслужбской школе, спасибо большое коллективу и ученикам, и учителям, потому что я вот как директор посмотрела на эту работу ещё и с другой стороны, как организовать детское сомправление, тоже подключив сюда, вот в эту командную работу. Данный семинар был очень полезен в плане организации питания. Всё действительно очень понравилось, как организовано питание в 146-м лицее. Я думаю, опыт, полученный на сегодняшнем семинаре, обязательно пригодится нам и попытаться реализовать такой же опыт, и, соответственно, чтобы качество питания и количество детей, питающихся в школе, увеличилось. Сегодня, конечно, был замечательный семинар, и мне, конечно, есть над чем работать. Я сегодня поняла. Огромное спасибо Диле Росариховне, что... и я горда тем, что в нашем районе есть такие замечательные руководители, которые системно и грамотно организуют всю работу. В данном случае касалось питания, но потому, даже как сегодня было разложено и продемонстрирована вся структура, было понятно, что насколько Диле Росариховне является замечательным управленцем. Спасибо за это мероприятие. Наверное, ещё придётся некоторое время это всё осознавать, анализировать и делать, соответственно, выводы и работать лучше. Я очень благодарна Диле Росариховне за подобный семинар. Как говорят, нет пророков в своём отечестве. Она уже 7 лет занимается проблемами школьного питания и вот выступала на уровне России, даже за границей от лица России. И вот сегодня состоялся такой семинар для директоров города Казани. Все школы получили технологию, то есть то, что мы можем применить. То есть полностью расписан алгоритм, как мы можем помочь школьникам относиться правильно к своему питанию, к своему здоровью. Мы получили теоретические сведения, мы послушали друг друга, мы пообедали в школьной столовой, в школьном ресторане, правильнее сказать. Так что большое спасибо коллегам, спасибо директору 146-го лицея. Сегодня был очень действительно продуктивный семинар руководителей, людей, ответственных за питание в школах города Казани. Здесь нам показали опыт работы 146-го лицея, их успех. Соответственно, они показали все ступени выстраивания технологии питания в школе, которые касаются не только столовой, но и беседы, то есть работа с родителями, с детьми, вовлечение всех участников образовательного процесса в здоровое питание наших школьников. Потому что это очень важная тема, это наше будущее. На мой взгляд, если мы будем использовать... Ну, то есть каждая школа, конечно, уникальна, но если мы будем брать вот этот единый алгоритм, то в большинстве случаев мы сможем выстроить систему, в которой сможем обеспечить наших школьников здоровым питанием. И они будут хотеть и понимать, что они действительно кушают здоровую пищу и будут передавать это потом в свои семьи. И, как сегодня было замечено, дети начнут воспитывать в этом плане своих родителей. Ну, я думаю, что от этого всем будет очень хорошо. Лично для меня семинар дал очень много. Во-первых, я посмотрел, как работает работник столовой. Работник столовой просто настолько организованно, настолько четко все поставлено. Потом сразу видно, насколько организована сама организация горячего питания, начиная от документации и кончая с заключительной уже приема пищи. Поэтому, конечно, этот семинар дал для нас очень много. И в плане введения документации, в плане организации, и в плане организации не только своей администрации школы, но и поучиться, как организовать такую работу работников пищеблока. Семинар получился очень содержательный, продуктивный. Я думала, что мы очень много делаем, очень много работаем. Но сегодня выяснилось, что мы, оказывается, чего-то еще не дорабатываем. Поэтому есть над чем задуматься, есть что-то менять в своей системе управления над качеством питания. Спасибо большое. Успехов этой гимназии, этой милиции. Я хочу выразить большую благодарность сегодня управлению образованием Департамента продовольствия города Казани и лично директору лицея 146 за этот удивительный семинар, который сегодня прошел. Я сегодня ухожу с целым багажом практических инструментов, которые обязательно буду применять в своей работе для решения этой важной, важнейшей, приоритетнейшей задачи для всей Российской Федерации по организации питания нашей школы. Семинар достаточно продуктивен и полезен для директоров, поскольку проблема, затронутая на семинаре, очень-очень актуальна. Что касается меня, то я получил конкретную, так скажем, помощь в организации горячего питания у себя в школе, в том плане, что ознакомился с достаточно такой цельной системой организации мониторинга относительно доходов, питания. И второе, относительно распределения функциональных обязанностей между членами администрации и другими сотрудниками в школу. Очень у вас хороший коллектив, молодцы вам. Садыков Равиль Хасанович, я тоже кандидат наук, я пишу стихи тоже, книги, про ваши гимназии тоже могу по этому писать. Очень вам спасибо, потому что очень хорошо было у вас, мы все взяли, здесь вы тоже хорошие, поэтому даю вам помощь в дальнейшем. Спасибо. Вопрос питания – это самое главное. Если ребенок голоден, он вообще не будет на уроке заниматься. Поэтому нам было очень сегодня приятно и полезно провести занятия в вашей школе. Многому мы научились, многому набрались. Естественно, нет предела совершенства. Мы сегодня очень полезного, все-таки полезную информацию получили для себя. И в дальнейшем будем реализовать в своей школе. Прием был очень прекрасный, замечательный директор, замечательное руководство и сотрудники, дети замечательные мы увидели. Также мы наблюдали, как организовано сегодня питание у вас в школе, в лице. От впечатлений просто положительные. Огромное спасибо всем, успехов вам. Как всегда, в очередной раз нахожусь здесь с удовольствием. С удовольствием откликаюсь на эти приглашения. Скажу почему. У меня сегодняшний семинар ассоциируется с самым богатым меню, которое имеется в школьном кафе-ресторане. И вот такой же по содержанию прошел сегодняшний семинар. То есть, вроде как бы на одну и ту же тему я уже, если не второй, то третий раз точно, наверное, участвую в организации питания. И каждый раз что-то новое. То есть, и каждый раз что-то всегда полезное. И именно практическое. Вот сегодня я узнал для себя много практических схем, решений управленческих, которые мне на нашей школе помогут повысить качество питания. Во-первых, мне нравится то, что есть у них много овощей. И мы как бы рассчитываем, что сейчас это будет более массово, востребовано, да, у детей. Все-таки сочетание овощей и мяса, это самое правильное сочетание. Очень вкусное. А у них уже осознанный выбор в пользу правильного питания, более раннего возраста. Мы-то ели в детстве любили картошку и мясо. Мы сейчас любим, мы сейчас еще любим. И сейчас еще продолжаем. Ну вот я сегодня выбрала все правильно, и мне очень нравится. Мы, правда, пирожные тоже решили себе. Ну я не удержалась пирожные, тоже решила попробовать. Знаете, как наш десерт? Очень вкусный. Он у вас всегда вкусный. Тот же еще черный какой-то был у вас. В смысле, да, это, это земля, да, тоже там. Очень вкусный.